И еще и еще хочется сказать слава нашему Господу. Действительно, друзья дорогие, это чудо, что мы здесь, это великая милость, Его забота о нас. И дай Бог, чтобы мы могли это все с вами, друзья дорогие, осознать, оценить, понять и на это правильно ответить. Слава нашему Господу. Как вот братья говорили, как брат сейчас говорил только что передо мной. Как важно, друзья дорогие, вот это все, ну, не пройти мимо этого. И хочется сказать, что посмотрите, друзья, от самого начала, как только мы пришли сюда, да, мы пришли в присутствие Божие. Как сестра Люда сказала, думаю, что многие из нас это сразу почувствовали, потому что сердце, оно просто таяло. Оно просто таяло. Хор как будто знал, или Бог ему открыл, о чем я хочу сегодня говорить, о чем я хочу проповедовать. Потому что спели такой псалом. А я бы хотел, знаете, говорить о зеркале. Многие, наверное, сегодня, прежде чем прийти сюда, воспользоваться этим предметом, правда, мы посмотрели на себя, чтобы прилично выглядеть, чтобы все у нас было хорошо, прежде мы сюда пришли. И я не знаю, Саша, выстрел или нет, евреев 10, да. Евреям 10 глава, 24 стих написано. Будьте внимательны друг ко другу, поощряя к добрым делам, да, и к любви. Друзья, я так посмотрел и думаю, что да, мы непременно заглянули и воспользовались этим предметом. Но я хочу, друзья дорогие, говорить, конечно, о духовном зеркале, вот чтобы мы не забывали туда заглянуть. И я думаю, что мы сегодня пришли на это собрание с одной целью, чтобы действительно предстать перед этим духовным зеркалом, предстать, чтобы увидеть себя. И я хотел сегодня, чтобы мы, именно, я никого не хочу обличать сегодня, не хочу никого, знаете, как-то там обидеть или огорчить. Я хотел просто, чтобы мы с вами сегодня сами, ну, как бы, посмотрели на себя во свете Слова Божия. Чтобы мы, вот придя сюда на это место, мы предстали пред Ним, пред этим Словом, которое будет нас утешать, которое будет нас наставлять, которое будет учить и вооружать нас с вами, друзья дорогие, приготовлять к небесам, к вечности. Чтобы мы увидели и я, где мы есть, и каково наше положение, как мы выглядим. Потому что, знаете, вот смотря так внешне, конечно, мы видим, кто внимательно к себе, да, заботится. А кто, допустим, не дружит с этим предметом, как с зеркалом, да, тоже, это тоже заметно. Поэтому, когда человек, вот, о чем он говорит, как он поступает, это тоже хорошо видно и заметно, насколько часто он заглядывает вот в это Слово, насколько часто он предстает пред Ним. Это тоже видно, знаете, какие ценности у человека, чем занято его стремление, желание. Это тоже хорошо видно, друзья. И поэтому я сказал, что будем внимательны друг друга, чтобы поощрять друг друга в добрым делам и взаимной любви. Но проповедовать я хочу и читать себя хочу из первого послания Коринфяны, 10 главы, с первого стиха и ниже, до 12. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении», – это пишет апостол Павел в Коринфянской церкви, «…что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. «Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Я хотел именно эту историю привести для нас, поставить эти слова, эту историю народа израильского, как зеркало перед нами, чтобы мы в ней могли увидеть себя и задать себе вопрос, где я и что происходит сегодня со мной. Потому что мы с вами Израиль, духовный Израиль, мы дети Божьи, мы сегодня его огромная, большая семья. Но нас ждет небо, и Господь приготовляет нас для вечности. И вот мы видим здесь, друзья дорогие, что народ израильский когда-то был в Египте, в рабстве. Мы знаем, что это прообраз рабства. Вот такую аналогию я бы хотел провести, этот путь народа Божия в Израиле. И когда-то он был в рабстве, и, конечно, когда человек живет в этом мире, он находится в рабстве греха. Князь его мира, сего сатана. И люди, которые живут в этом мире, они, конечно, исполняют его волю. Они служат ему, и жизнь их безрадостна. Но, как народ израильский, и я скажу, что если кто-то здесь есть в этом зале, кто еще не обращался к Господу и не взывал к Нему, чтобы спастись от этого мира, спастись от греха, то обратитесь обязательно, не медлите с этим вопросом. Взывайте к Богу, и Он спасет вас от князя мира сего, от грехов, от пороков, от смерти, от погибели, от вечного ада. Но мы многие, большинство, я думаю, здесь присутствующих, а может быть даже и все, мы вышли из Египта. Слава нашему Господу. Мы перешли это черемное море, крестились, как здесь написано, в облаке и в Моисее. Многие имеют духовное крещение, молятся со знамением говорения на иных языках. Мы ушли, и слава Господу, что, друзья дорогие, большинство из нас, никто сегодня теперь не курит, не пьет, не матерится. Но посмотрите, друзья дорогие, мы прочитали с вами, что происходило с Израилем, народом Божиим в Египте. Он перестал служить фараону. Он уже больше не убивал своих детей, как там мы читаем в этой истории, да, не бросал их в воду, как и Моисею пришлось. Он уже не строил ему эти, не делал ему эти кирпичи. И многие из нас, как я уже сказал, что сегодня не пьют, не курят, не матерятся, не воруют. Слава нашему Господу. Но посмотрите, сколько в народе Божьем было гордости, ропота, недовольства. Они говорили, мы помним лук и чеснок, мы хотим мясо. Они были идолопоклонники. И знаете, у нас брат Лёня недавно сказал на собрании, говорит, идолом у человека может даже быть диван, с которого он никак не может встать. Ему хочется там почаще быть, полежать. Не знаю, кого он там обличал. Пусть Бог благословит. Я это специально сказал, друзья, дорогие, чтобы вы не подумали о мне там что-то такое особенное. И вот посмотрите, друзья, дорогие, они оставили этот мир. Ну, казалось бы, ходят на собрания, но когда они пришли к Черёвному морю, они уже там с таким сарказмом и говорили, что там в Египте не было гробов, что ты привёл нас сюда умирать в пустыне. То есть, посмотрите, друзья, дорогие, можно, оказывается, и покаяться, пройти, не знаю, как сказать правильно, служение водного крещения, быть крещённым Духом Святым, но оставаться плотским. Чуть задели, ропот. Не дали зарплату, недовольство такое, знаете. Выпустили новый телефон, и все побежали туда, где его купить, как его достать, где заработать денег. Это как осенние листья, это ветер подметает все эти лёгкие души. И, конечно, друзья, дорогие, они быстро дошли до обитованной земли, но не вошли. И Библия говорит, давайте прочитаем третью главу послания к евреям. Выборочно некоторые места. Не ожесточите сердце вашего, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на о народ и сказал, непрестанно заблуждаются с сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моём, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердце лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. И далее, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Смотрите, оказывается, быть идолопоклонником, оказывается, быть ропотником, быть недовольным, раздражительным, похотливым каким-то, это, оказывается, всё действует неверие. Всё действует неверие. И посмотрите, именно по этой причине они не вошли в Ханаан. Они не вошли в Ханаан. Они остались в пустыне. И я хочу сказать, друзья дорогие, сегодня те христиане, те верующие люди, пусть даже крещённые Духом Святым, помните, как они говорили, надоело это манно, да? То есть можно при Слове Божьем оставаться плотским христианином, и ты не войдёшь в Ханаан, ты будешь в пустыне. И многие сегодня и живут в ней, в этой духовной пустыне, нищие и бедные духом. Потому что Ханаан – это не просто другая планета, они никуда не ушли, на какой-то Марс или на Луну. Нет, они просто перешли на другое место. И мы сегодня с вами вышли от этого мира. Мы пришли сюда, в церковь, на его пути истины, на пути спасения. Мы пришли сюда, друзья дорогие, в этот духовный Ханаан, где течёт молоко и мёд. Благодать на благодать. Чтобы войти, друзья дорогие, в этот Ханаан, быть исполненным Духом Святым, радости, любви, мира, благости, милосердия, кротости, воздержания, нужно оставить эти плотские вещи. Нужно не советоваться, как Павел говорит, с плотью и кровью. Нужно не жить по мирским, мирскими ценностями и интересами. Нужно сделать шаг веры. Посмотрите, тогда Моисей растёр жезл и море раступился, и они прошли посоху. Как многие, подготовленные служителями в церкви, прошли это служение водного крещения. Но когда они пришли к Иордану, там случилось нечто другое, друзья дорогие. Иордан никуда не побежал. Он стоял на месте. И при том, это было время его полноводия, он вышел из берегов. И нужно было делать шаги веры. Потому что Бог сказал, прямо в эти воды надо было идти. И вот многие как раз эти не делают шаг веры. Мы не знали, может быть, как это исполнится Духом Святым. Как это быть свободным от обиды. Как это перестать плотским. И брат очень хорошо рассказывал сегодня. Зашёл в тайную тесную комнату и возвал. Это шаг веры. Если ты хочешь исполниться любовью. Если ты хочешь иметь новую жизнь. Ты должен делать этот шаг веры. Ты должен пойти и помолиться к Богу. Господи. А как это пережить Твое присутствие? А как это быть исполненным Духом Святым? А как это слышит Его голос? А как это быть Вадимом Духом Святым? Это ханаан, друзья, дорогие. Это ханаан. Перешёл ли ты сегодня? Ведь Царство Божие, друзья, дорогие, это не вопросы нравственности. Ведь если ты не пьёшь, не куришь, не материшься, а что особенного ты делаешь? Да сегодня много людей, там, спортсмены, там, интеллектуальные люди, там, образованные люди, они, да много людей сегодня этого не делают. Не пьют, не курят, не воруют, не матерятся. Культурные люди. У меня соседи такие есть. Они этого ничего не делают. Ну и что? Это же не церковь. И они не войдут в небо. Библия говорит, если не покаетесь, все так же погибнете. Поэтому Царство Божие – это быть Вадимом, Духом Святым. Это быть последователем учения Иисуса Христа. Это исполняться Его любовью. Это жить для Его славы. Поэтому это, друзья, дорогие, наше с вами место. Это быть христианином. Быть христианином. Пусть Бог благословит, друзья, дорогие. Я буду кратен, и мы прославим Его, и помолимся Ему. Спасибо. 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 Спасибо.